О текущей ситуации в Армении поговорим с председателем правления Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым. Фарид Малим, добрый день. Добрый день. Фарид Малим, что можно сказать о внутриполитической ситуации в Армении на данный момент, учитывая, что отставку премьер-министра теперь требует и военный контингент? Мы все знаем, что причиной последнего витка напряжения, явились неосторожные высказывания Пашиняна в отношении комплекса российского вооружения «Скендер», вооружением которым Российская Федерация гордится. Оставляют в сторону все технические вопросы и вообще его использование и так далее. Здесь, конечно, мы в целом видим, что процесс после поражения во Второй Карабахской войне, политический процесс в Армении, он действительно сконцентрировал в двух направлениях. Это силы реваншистов, которые хотят, чтобы Армения, значит, по крайней мере, делала попытки завоевать потерянные территории, подчеркиваю, территории, которые им не принадлежат по международному праву. Но есть силы, которые, скажем, хотят оставить конфликт позади. То, что президент, скорее всего, конечно, с точки зрения геополитики очень неосторожно высказанный, но, с другой стороны, надо учитывать заявление Генштаба, что премьер-министр должен уйти, они, конечно, могут и должны сквалифицироваться как попытка государственного переворота. Какое бы ни было решение премьер-министра, он, если считает, что военное командование должно уйти, значит, оно должно уйти. Поэтому здесь мы видим в данном случае то, что произошло. Пашинян сделал неосторожное высказывание. Генштаб, там, заместитель первого Генштаба раскритиковал это. Пашинян решил уволить заместителя Генштаба, и это он вправе сделать. Ну, как бы он дает представление президенту, тот подписывает. И в данном случае сейчас он хочет уволить начальника Генштаба. И, кстати, президент сейчас этот документ пока что не подписывает. Несомненно, здесь идет речь о конституционном, глубоком политическом конституционном кризисе. И вместе с тем здесь идет речь о попытке государственного переворота. Сразу после совместного заявления о высокопоставленных армянских военных с требованием отставки премьер-министра Николу Пашиняна, он призвал своих сторонников собраться на площади республики и защитить революцию. Назвав требования военных попыткой переворота, как мы уже ранее отметили, возможен ли действительно вот такой исход событий, и как дальше будут развиваться события в Армении, на ваш взгляд? Сейчас трудно сказать, но я опять же хочу сказать, что если мы будем квалифицировать юридические точки зрения, последнее заявление Генштаба о том, что премьер-министр должен уйти, это и является попыткой переворота. Потому что не им решать, и это не в их полномочиях. Пашинян, как-никак, при всем своих можно вспоминать, что, кстати, он давал приказы обстреливать мирные города Гяндзю и Борту различными ракетными системами, действительно. Но это даже оставляет в сторону, если мы смотрим все в контексте ментрополитического процесса Армении. Здесь идет, как я сказал, попытка двух сил. Реваншистов, скорее всего, это мы, скорее всего, более мы видим среди лиц, которые призывают Пашинян к отставке. Это так называемая бывшая гвардия Карабахский клан, Кочериан-Саркисян. А с другой стороны, у Пашиняна, вы знаете, есть немало сторонников. И среди его сторонников здесь, как бы, тоже две силы. Есть люди, которые, как бы, им и не нравится Пашинян, потому что он все же войну проиграл, капитуляцию подписал. Но, с другой стороны, они не хотят прихода к власти коррумпированного режима Саркисяна-Кочериана. Поэтому, вот сейчас, опять же, мне трудно сказать, чем все это закончится, но у Пашиняна достаточно сейчас сторонников собирается вокруг него. То, как будет, все будет зависеть, решить ли армия действовать военным методом. То есть, совершить, так скажем, классический военный переворот, ведя армию и, значит, захватив основные государственные учреждения. Чем грозит, на ваш взгляд, такая внутриполитическая ситуация для самой Армении? То есть, во что это может вылиться? И может ли нестабильность в этой стране как-то повлиять на ситуацию в регионе, если да, то каким образом? Несомненно. Я хочу сказать, что в наших интересах, чтобы уже на этом этапе, когда мы одержали победу, мы приступаем к практическим шагам по осуществлению мер, истекающих из заявлений от 10 ноября, нам нужна стабильность политическая в Армении. С другой стороны, естественно, в Армении, опять же, я говорю, есть реваншистские силы, которые хотят нарушить, в том числе и заявление от 10 ноября. И внутриполитической ситуации, если в Армении резко измениться, оно, несомненно, окажет, мне кажется, негативные последствия, как для самой Армении внутри общества, потому что никакой военный переворот к ничему хорошему не приводит. Вспомним, что у нас было в начале 90-х годов. Это в любом случае неконституционное развитие событий. А с другой стороны, конечно, для региона ничего хорошего нет в целом, потому что, к сожалению, среди армянского общества, среди армянского политического истеблишмента есть немало сил, а то еще за радикализацию, за возвращение к довоенной риторике. В целом, узнаем, как будет ситуация дальше развиваться. Спасибо вам большое, что уделили нам время. Спасибо. Текущую ситуацию в Армении мы обсудили с председателем управления Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым.